19-й лично командный чемпионат по настольному теннису принимал спорткомплекс Югспорта. Соревнования всероссийского уровня, к слову, уже второй раз проходили при поддержке Федерации настольного тенниса Краснодарского края и мэрии Сочи. Вместе с сочинскими зрителями за спортсменов болела глава города. Анатолий Пахомов отметил, судя по статистике, мероприятие такого уровня мотивирует горожан заниматься олимпийским видом спорта. За два года мы набрали оборот, и это благодаря тому, что Федерация настольного тенниса России установила взаимодействие с администрацией города, с управлением по спорту. И сегодня в городе Сочи настольным теннисом уже занимается 300 детей. Это еще и, конечно, немного. Но то, что уже следующий чемпионат Европы по настольному теннису пройдет в городе Сочи, это еще одна мотивация и еще одна возможность увеличить количество тех жителей города, которые выберут для себя теннис настольный. Поддержать теннисистов приехал и председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин. Помощник президента развеял слухи на тему допинга, подчеркнув, что в российском настольном теннисе случаев использования запрещенных препаратов еще не было. Ко всему прочему, у спортсменов нет необходимости в дополнительной стимуляции, о чем говорит и высокий уровень сочинского турнира. У нас команда из Таганрога впервые вышла в финал. Вот с Архангельском бьются за золотые медали. И команда из Москвы также заняла второе место впервые. Это олимпийский вид спорта, настольный теннис. Сочи – столица олимпийских игр в России. Поэтому мне кажется, что это знаково для Сочи, что Сочи может не только организовать зимние виды спорта, но и летние. А здесь организовано на высоком уровне. Это признают и наши иностранные спортсмены. Итак, в равной борьбе в премьер-лиге командного чемпионата России по настольному теннису на высшую ступень пьедестала почета все же поднялась команда ТМК «Тагмед» из Таганрога. Это среди женщин. Архангельцы оказались вторыми. Мы не ожидали этой победы. Для нас было очень хорошо попасть уже в финал. Мы были бы этим очень довольны. Но поскольку все так сложилось, то мы в миллион раз счастливее. И сейчас мы испытываем только радость, счастье и веселье. Сочи, естественно, нравится. Я здесь нахожусь 9 числа. У нас был сбор национальный сборный. Очень хороший тренировочный процесс поставлен. Среди мужчин призерами плей-офф командного чемпионата стали теннисисты из верхней Пышмы, команда УГМК. Серебро у Спарты НТК. На третьей ступени пьедестала поздравляли команду «Факел Газпром» из Оренбурга. Новые чемпионы России получили не только заветные медали и кубки, но и право играть в Лиге чемпионов европейских стран и в Лиге Европы. Что же касается популяризации настольного тенниса в Сочи, то эта программа продолжится в 2017 году. В феврале на курорте пройдет чемпионат Европы по настольному теннису среди молодежи. Олимпийская столица станет и местом проведения ветеранских турниров, обещают организаторы.